Вообще это первая история форума такой, потому что ассоциация спортивных студенческих клубов не так давно и организовалась. Это общественное объединение, объединяет оно студенческие спортивные клубы, в основном вузов различных. И вот как раз у нас предложили на нашей Ярославской земле провести первое такое собрание, когда встретятся ребята из Центрального федерального округа, из различных вузов, там из Москвы много ребят будет, из других регионов. И главная задача сейчас, наверное, научиться основным азам общественной деятельности, потому что любая общественная деятельность, она требует определенных навыков, ну и они будут учиться фанрайзингу, обучаться премудростям различным управлением своими общественными организациями и так далее. А цель, насколько я понимаю, это как раз развитие системы спортивных любительских клубов, то есть не профессиональных клубов, а спортивных любительских клубов в вузах нашей России, в целом страны и в Центральном федеральном округе. Кроме того, этот форум проходит в преддверии Большого форума Всероссийского ССК России, который состоится, насколько я знаю, где-то в конце октября, в начале ноября. Днем из самых таких ярких событий, это был Ярославский полумарафон, который проходил в сентябре. Это одно из самых значимых мероприятий, которое за год этот прошел, пройдет. Я скажу, что это будет продолжение, это не единственный раз это будет продолжаться, я думаю, что многие годы. Более того, этот проект на сегодняшний день получит продолжение свое, и вопросы обговариваются по поводу проведения таких же подготовительных марафонов, так скажем, на высшем уровне в районах наших областей. Будут выбраны пилотные районы, сейчас определяются, какие это будут, и будет это все расширяться. Ну, естественно, улучшаться на следующий год. Если мы получили порядка 20 стран в этом году и 32 региона страны, для первого раза это более чем достаточно, и очень красиво и интересно было. И то, что происходит в мире, то есть это в тренде, в мировой спортивной марафонах, полумарафонах, они развиваются в разных частях нашей планеты. И то, что у нас в Ярославле нам удалось это провести и войти в тройку лучших полумарафонов страны, считаю, что это не только спорт, здесь еще и туризм тоже. Давайте посчитаем, если единовременно в город приезжает 4 тысячи человек, и много из них иностранцев, и здесь они не на один день задерживаются, эти люди, кроме, естественно, школьников, которые приехали с районов и так далее. Здесь еще и социальная функция выполняется, то есть дети привлекаются, и школьники, и студенты в этом отношении. То, представляете, сколько этих возможностей открывается для города, да, они оставляют эти деньги здесь. То есть это уже даже не миллионы, это может быть и на десятки миллионов тянет, ну, в дальнейшем. Поэтому затраты здесь несопоставимы, я думаю, что они окупятся. Просто эти деньги не видны в прямом налоговом, да, на вложении, они размыты, но они размыты же у нас, эти деньги остаются и всегда здесь. Просто это не прямые доходы бюджета, а так или иначе все равно это позволяет, во-первых, занять гостиницы, занять места общепита и так далее, и так далее. Все это косвенно приносит прибыль доходов бюджета. Если говорить о событиях в сфере молодежной политики, то на самом деле у нас совместное такое, всех нас ждет большое событие, во-первых, весной 2015 года, это 70-летие празднования Победы. И, наверное, вот в таком формате масштабном, с участием самих ветеранов, это, может быть, один из последних шансов уникального так встретить, отпраздновать этот праздник. И сейчас мы уже запустили акцию, которая будет расписана на каждый месяц, называется она «Мы победили». Она включает в себя много различных мероприятий, акции, которые будут посвящены конкретно этому событию. То есть основная цель – обратить внимание на ценности этого праздника, на все постулаты и патриотические ценности. Здесь мы и со спортом совместно работаем. Да, мы тоже стараться не стоим. Здесь совместный проект уже о том, чтобы тренеры включались в патриотическую деятельность и в сохранение памяти о Великой Отечественной войне, о всех героических поступках, героических людей, которые совершали эти поступки. Осенью нас ждет фестиваль науки. В прошлом году мы вместе с Ярославским государственным университетом, с педагогическим университетом впервые опробовали этот формат. Это мероприятие шло практически неделю. В этом году оно будет идти с 1 по 9 ноября. И также у всех жителей Ярославской области, ну, в первую очередь, это, конечно, направлено на старшеклассников, на студентов, но всех желающих ждет множество лекций, практических занятий, семинаров, где они смогут собственными глазами посмотреть на все премудрости науки, собственными руками пощупать все это, ощутить и, как бы, посмотреть на науку другим взглядом немного. Ну и, конечно, будет большая выставка, где также будут представлены самые современные научные достижения. Будет организована единая выставка в старом городе, где можно будет все это посмотреть. Мы предполагаем, что будет и выездной формат. Выйдем в два наиболее крупных города, это в Углич и в Рыбинск, скорее всего, покажем там все эти экспонаты. То есть предоставим возможность ребятам из этих городов также пощупать руками, посмотреть собственными глазами.